Знову съевшись не те. Фильтрум Гастрогель. И це Шанан. Сегодня одежда уже не только определяет регион, в котором живет человек, но и его род деятельности. Так, например, японские белые воротнички в большей мере носят строгие деловые костюмы. В Азии многие живут за счет торговли на традиционных базарах, поэтому популярен удобный и практичный шальвар Камис. А дикие племена Амазонии, которые добывают себе пищу первобытной охотой, одежду вообще не носят. В Колумбии, которая известна крупнейшим наркокартелем Пабло Эскобара, самым большим в мире трафиком запрещенного порошка и богатейшими рудниками изумрудов, популярная одежда отличается от той, что мы привыкли видеть. Забудьте все, что вы раньше знали о высокой моде. Какой он? Современный колумбийский фэшн. И почему на примерку дизайнерского наряда здесь порой приходят с оружием? Сегодня мы это выясним. Я выбрал пулю, которой будут совершать выстрел в меня. Он взводит курок. И вот, друзья, мы с вами подошли к модному бутику, где продается очень крутая одежда, которую мечтал бы иметь практически любой колумбиец. На первый взгляд, просто модный магазин, кожаная курточка. Вот такая обычная походная куртка. И какие-то маечки неприглядные. Вы не представляете, на самом деле, для чего она нужна. Лучше позвать консультанта и все расспросить. Бой нас я, сеньорита. Сколько стоит такая маечка? Два с половиной миллиона песо. Это где-то приблизительно 650 долларов. Такая цена, потому что здесь класс защиты 3А. То есть это не просто майка, друзья. Это настоящий бронежилет. Если в вашей жизни что-то угрожает, и вы опасаетесь покушения, опасаетесь, что вас убьют, вы можете купить и носить скрыто. И никто не узнает, что на вас бронежилет. Бронежилеты отличаются между собой прежде всего по классу защиты. От первого до шестого. Чем выше класс, тем от более мощного оружия он способен защитить своего владельца. Чаще всего мы видим на людях в форме мощную броню. Это жилет открытого типа. Но сегодня мы рассмотрим совершенно другой вид пуленепробиваемой одежды. Ее предпочитают, например, известные политики или бизнесмены, жизни которых что-то угрожает, но имидж которых не позволяет показывать людям вокруг, что они чего-то боятся. В таких случаях они обращаются к необычному колумбийскому модельеру. Мигелю Кавальера. Его называют Армани в доспехах. Именно потому, что он придумал, как сделать стильную одежду пуленепробиваемой. Да, так и есть. Ну, друзья, только в Колумбии могла родиться такая идея, потому что здесь в этом есть необходимость. И эту необходимость диктует обстановка в стране. Можно ли познакомиться с вашим шефом? Обещали, что сегодня он будет на месте. Конечно. Сейчас я его позову. Здравствуйте, Дон Мигель. Очень приятно с вами познакомиться. Добро пожаловать. Мигелю 54 года. Сегодня его одежду покупают не только богатые и успешные люди Колумбии, но и VIP-персоны по всему миру. Среди них принцесса Таиланда, король Испании и как минимум 38 президентов разных стран. Как работает президентская защита, мы сейчас выясним. Куртка за штуку баксов. Кожаная. Вот так вот идешь в такой курточке, по улице неприметно. Видно, что курточка хорошая. Можно зайти в дорогой ресторан, можно пойти в офис. Но при этом никто вокруг не догадается, что, например, эту куртку не прострелит. Пистолет Макарова, беретта и многое другое оружие. А нож пробьет. Мы добавляем в вашу одежду панель с такой защитой, какая вам будет нужна. Это самая важная часть нашей одежды. Вот здесь есть специальные внутренние карманы. Вы представляете, легким движением руки обычная куртка превращается в бронежилет. Но мне с трудом верится, что вот эта мягенькая штучка может выдержать выстрел из пистолета. А доказать можете? Конечно. Можешь приехать ко мне на фабрику, я покажу тебе, как мы их делаем, и ты сможешь лично убедиться в их качестве. Очень скоро мы побываем на фабрике Мигеля и увидим, как делают модную одежду, которая останавливает пули. И самое главное, испытаемое качество очень необычным, как для покупателя, но самым верным способом. А пока Мигель Кабалера показывает мне готовое изделие, которое скоро отправится очень важному заказчику. Это именная персональная куртка, да? Да. Если сейчас в камеру даже случайно попадет имя того, кто ее заказал, меня оштрафуют на 10 миллионов долларов. Хорошо, я понял. То есть это супер-супер вип-персона? Да, из Америки. Можно я прикрою все, посмотрю? И не скажу никому. Вот, это известный рэпер. А сколько известный американский рэпер заплатил за эту куртку? 6 тысяч долларов. А, можно померить? Да, только осторожно. Вот смотрите, какая стильная зимняя курточка. Известный музыкант заплатил за нее 6 тысяч долларов и включил в контракт пункт. Если имя покупателя будет где-то оглашено, штраф 10 миллионов долларов. Потому что этот человек хочет выходить с своим фанатом, раздавать автографы в бронежилете. Но чтобы никто об этом не догадался. Важно подчеркнуть, что первые бронежилеты скрытого ношения появились еще в конце 19 века. И уже тогда спасли жизнь премьер-министру Болгарии, которого пытались убить выстрелами из револьвера. Но технология Мигеля Кабалера вывела эту идею на совершенно новый уровень. И позволила сделать пуленепробиваемой практически любую одежду. Ну и самое интересное, конечно же, здесь позаботились и о прекрасной половине человечества. О девушках, о женщинах. Вот, пожалуйста, женское полупальто. Дизайнерское. Девушка одевает, такое идет по улице, и никто никогда в жизни не подумает, что это бронежилет женский. Эта женская пальтишка будет выдерживать выстрелы из 9-мм пистолетов и даже магнум калибр 44. Купить, что ли, своей жене, если позову ее в отпуск в Пакистан? Подумаю. Есть и более легкие варианты защиты. Например, от ножей или электрических пистолетов. Сейчас покажу. А-а-а, это электрошокер. Собак отпугивает и хулиганов. Такие есть двух типов. Контактные. Подождите. И которые выстреливают провода на расстояние. Вы знаете, от одного этого звука страшно? Вытяни руку. Ну, друзья, первое испытание. Опа! Вообще ничего не чувствую. Извините, не скромный вопрос. На секундочку. А-а-а. Сеньор. Я не знаю, какой у вас там электрошокер. А может и своим? Мы такого еще не пробовали. Друзья, как вы видите, я в Колумбии сам хожу вооруженным. Давай, включай. Итак, смертельный номер моим. Нормально, да? Не больно, нет? Ничего не чувствую. И у вас не возник вопрос, почему у иностранца в кармане такая штука? Это Колумбия. В каждой стране мода диктуется условиями жизни. Абсолютно согласен. Я уверен, что если бы родился в какой-то другой стране, то не начал бы заниматься таким бизнесом. Но для Колумбии это необходимость. Каждый год в Колумбии жертвами убийств становится больше 10 тысяч человек. Из-за высокого уровня преступности она входит в высадку самых опасных стран мира. Поэтому бронированная одежда для многих людей здесь не мода, а необходимость. А как же быть с шеей, с головой и вот этим пространством, которое под бронежилетом? Ведь если преступник понимает, что может быть бронежилет, он может выстрелить в голову или ниже бронежилета. По статистике, 80% урона во время покушения приходится на тело. 10% на конечности и 10% на голову. При этом попадание в руку или ногу обычно не смертельное. А почему только 10% голова? Ведь голова это стопроцентное попадание, как говорится. Потому что если на тебя нападают на улице, тело самая большая и простая мишень. Конечно, если тебя заказали наемному убийце, то он скорее всего будет целиться в голову. Добро пожаловать в Колумбию. Спасибо. Самая популярная модель в бутике бронированного Армани – не смокинг и не вечернее платье, а майка. Ее эффективность одобрена даже правительством США. Это майка со вторым классом защиты. Останавливает 9-миллиметровую пулю. Это самый популярный калибр в Колумбии. Такой легенький уже защищает, например, от пистолета Макарова, от ГЛОКа, да? Да, конечно. Я попробую надеть под футболку. В принципе, практически незаметно. Отлично сидит. Выглядит круто. Но главное в этой одежде все же практичность. Ну что, друзья, поехали на завод и посмотрим, как производят эту дорогущую, стильную бронеодежду. Сделаем тесты и убедимся лично, что действительно вот такой легкий бронежилет, который я практически не ощущаю на себе, как кофточка, он может спасти от пули. С мясом и с яйцом. Карне, ойва. Оно, ойга. Айгамас? Амас. Остренько. У нас вечные перекусы на ходу. Какие-то жареные пирожки. Конечно, не самая здоровая еда, но времени нормально поесть нет. Поэтому лучше помочь организму справиться с таким режимом и с такой едой. У сеньора Мигеля далеко не один такой магазин, а большая сеть бутиков с модной броней. Производят ее на огромной фабрике в столице Колумбии. И вот та самая фабрика, на которой на окраине города Богата производят одежду, которую называют Армани бронебойной. Дон Мигель, а что стало толчком к открытию этой компании? Я придумал это еще в университете в 90-е. Моя однокрупница ходила с охраной, но охрана была без бронежилетов. Я спросил у них, почему они ходят без защиты. На что они сказали, что в броне они привлекают слишком много лишнего внимания. Тогда я начал разрабатывать свой первый прототип бронированной куртки. А, 90-е, это еще времена Пабло Эскобара? Да, это было трудное и опасное время наркотрафика и насилия. Пойдем, я покажу тебе производство. Друзья, мы сейчас увидим с вами, как делают дорогущую одежду, которая защищает от пуль, как говорят. Ооо, так тут огромный цех. Да, мы называем его баллистический цех. Здесь производят именно бронированную часть одежды, а в другом цехе производят внешнюю оболочку. Вот, это наш баллистический материал. Вот это и есть баллистический материал. То есть, оно выглядит просто, как плотная такая ткань, мешковина очень плотная. С чем связано мое удивление? Обычно бронежилет – это что-то очень большое, тяжелое. Тут вот это весит, ну, граммов 100-150. И это очень тонкая ткань, тяжело поверить, как она выдерживает. А в чем секрет? Все дело в нашем секретном материале. Его главная задача – не просто остановить пулю, а распределить силу удара по всей площади, чтобы погасить ее. По похожему принципу работает известный материал Кевуар – важнейший компонент большинства бронежилетов в мире, который изобрели еще в 60-х годах прошлого века. Он состоит из множества тонких волокон, которые настолько плотно переплетены друг с другом, что останавливают пулю. В бронежилете ключевой момент, чтобы энергия распределялась, чтобы она не концентрировалась в одной точке. Если бы жилет просто останавливал пулю, то человек все равно бы мог погибнуть от удара огромной силы. Приведу очень простой пример. Представьте футбольные ворота и мяч, летящий в них с большой силой. Посмотрите, что происходит с сеткой в момент удара мяча. Она вся колеблется. То есть энергия от удара мяча распределяется по всем воротам. Грубо говоря, такой же принцип работает и у бронежилета. Это тоже сетка, здесь тоже нитки. Только их очень-очень много. Они очень тонкие и прочные. Мигель Кабалера придумал, как сделать эти волокна настолько легкими и гибкими, что они без проблем помещаются в любую гражданскую одежду. Вот видите, такие огромные рулоны. И это и есть бронеткань. И вот на ощупь представьте себе полиэтиленовый пакет. Сложно себе даже представить, что это материал, сделанный по секретной технологии. Они не раскрывают этот секрет. Здравствуйте, сеньор. Привет. Как вас зовут? Эрнанд. Я делаю заготовки по шаблону. То есть используя вот эту, собственно, бронеткань, и этот шаблон вы вырезаете по этой формочке? Да. И здесь просто невероятное количество этих бронепластин самых разных размеров, самой разной толщины. Все равно, когда я смотрю на этот материал, у меня куча вопросов. Ну как? Как вот этот кулечек может защищать? Кажется, что... Ой, повредить можно? Лучше сильно не дергай. А как же, в чем секрет тогда? Если я могу просто движением рук его растянуть, но при этом он может остановить пулю. У тебя в руках только один слой. Его легко можно пробить. Но когда таких слоев много, они вместе останавливают пулю. При этом очень важно, чтобы каждый из них был целым и качественным. Я за это отвечаю. И вы понимаете, что любая ошибка, которую вы допустите, она может стоить жизни какому-то человеку? Да, конечно. Это очень ответственная работа. Сеньор, спасибо вам за вашу работу. Удачи вам. А вот видите, ребята растягивают десятки метров полотна, и все это десятки бронежилетов. 12 тысяч бронежилетов каждый месяц производит эта компания. Здравствуйте. Как вас зовут? Дарвин. В чем ваша работа заключается? Мы собираем слои в правильном порядке, чтобы получилась одна большая заготовка. А вот вы думали когда-нибудь о том, разматывая эти рулоны, что возможно через месяц вот эта часть будет находиться в бронежилете президента какой-то страны? Думал, конечно. Но для меня не важно, будет это президент или простой человек. Главное, чтобы наш бронежилет сохранил ему жизнь. Вот так вот зайдешь сюда, никогда в жизни не скажешь, что это производство бронежилетов. Просто швейная мастерская, просто шьют одежду. Добрый день, сеньорита. Как вас зовут? Друи. Как вы давно работаете на этой фабрике? Семь лет. Как вы попали на такую необычную работу? Я была вынуждена уехать из своего родного города из-за вооруженного конфликта. Я искала работу здесь, в Боготе. Прошла собеседование в этой компании. Мне понравилось. И с тех пор я здесь работаю. По иронии судьбы, получается, что вы уехали, опасаясь за свою жизнь из родного города и устроились на работу в то место, которое помогает защититься от пуль. Я считаю, что сейчас в Колумбии эта работа важнее, чем пошив обычных платьев или футболок. Потому что платье может только украсить девушку. А наша одежда действительно защищает. Я сама видела людей, которые приходили сюда и благодарили нас после того, как наш бронежилет спас им жизнь. Например, был полицейский, который попал в перестрелку. Его напарник бросил его. Нападавший хотел добить его и выстрелил несколько раз. Но бронежилет все выдержал. Спасибо вам. Мигель ведет меня в свою лабораторию, где они испытывают новые модели жилетов и выясняют, спасет ли новая модель жизнь человеку или нет. Для этого используют специальный материал. Это такой пластилин своего рода, жесткий, который помогает измерить силу удара. Вот пальцем, например, я его продавливаю с трудом. Он показывает, насколько сильно после того, как пуля попадает в бронежилет, идет уже деформация тканей. На самом деле, твое тело делает половину работы бронежилета. Если за броней не будет гибкости, пуля пройдет насквозь. Здесь мы проверяем, как проходит поглощение и распределение энергии. Мы ставим сюда бронежилет и стреляем в него, затем измеряем глубину деформации. Вот обычный штангенциркуль, измеряем глубину ямы. Если глубина больше 44 миллиметров, значит, человек погиб. А то есть, возможно такое, что пуля не прошла, но человек умер? Да, из-за силы удара. От избиения можно погибнуть, от сильного удара кулаком можно умереть. То же самое может произойти, если неправильно сделан бронежилет, и энергия не распределится по всей его площади, а сконцентрируется в одной точке. Тогда, собственно, в эту точку будет нанесен сумасшедший удар, и травмы могут быть несовместимы с жизнью. Поэтому разработчики бронежилетов должны думать не только о том, чтобы пуля не прошла, а чтобы энергия распределилась. Внимание! Выстрел! Вот, пожалуйста, прозвучал выстрел, и вот та самая глубина. Давайте измерим. 12 миллиметров. А теперь сравни. Вот, в бронежилете получишь травму на 12 миллиметров, а без него отправишься на 2 метра под землю. Пройдя все тесты, товар уже попадает в руки клиентов. Вот, это наш готовый жилет. А это обычный, с таким же уровнем защиты. Он весит почти 2,5 килограмма. А вот этот? 800 граммов. 800 граммов и такая же защита? Один в один. Можно примерить? Опа! Под футболку, конечно, не спрячешь, но под кофточку осенью, зимой в нашем климате легко. Уровень защиты 3А. Выдерживает 38-й калибр, 9 миллиметров и даже магно. Сколько выстрелов выдерживает? Рассчитан на 6 выстрелов. Но обычно в одного человека столько раз не попадают. В человека попадают. Даже в мощном бронежилете человек отбрасывает очень сильно. Удар идет, потому что, ну, очень большая энергия у пули. Это ты фильмов насмотрелся. На самом деле ты почувствуешь только легонький толчок. Пойдем, сам убедишься. Я был уверен, что Мигель собирается продемонстрировать мне работу своего бронежилета на манекене или еще одном пластилиновом стенде. Но ничего подобного я здесь не вижу. Вместо этого он обращается к работникам вокруг. Кто хочет один выстрел? Хозяин фабрики хочет продемонстрировать силу бронежилета, но понимает, что у меня есть опасения. Они у меня определенно есть. И поэтому сначала сейчас продемонстрируют на ком-то из сотрудников. Выстрелит в него и дальше предложит мне, если я захочу, тоже встать под пулю. Мне придется встать под пулю и в меня выстрелят из 9-ти миллиметрового пистолета. Кому один выстрел? Давайте я. И я могу. И я тоже. Удивительно, как много желающих быть подстреленным собственным начальником. Похоже, в качестве своей продукции здесь не сомневаются. Здравствуйте, мужики. Как зовут? Артиз. Куэмфрей Перес. Серхио. Серхио, я Дима. Вам не страшно, когда шеф предлагает расстрелять вас? Нет, совсем нет. А вас стреляли когда-нибудь? Нет? Выбери одного кого-то. Извините, я не могу на себя такой известный избирать. Тогда берем того, кто первый подошел. Сейчас у нас на глазах будут расстреливать человека в лаборатории, где делают бронежилеты. Вот, я смотрю, поднесли патроны, поднесли револьвер. Мы здесь уважаем права человека. Выбирай себе пулю. Можно посмотреть? 9 миллиметров, тяжелая, 38-й калибр. Вот, друзья. Свинец, не покрытый сверху металлом. Видите, все выстраиваются, и это начинается настоящее шоу, потому что всем интересно, когда идет испытание. Когда босс лично расстреливает кого-то здесь. Первым делом Мигель инструктирует смельчака. Пока не заряжен. Можно посмотреть? Нет, нельзя. Набери в грудь воздуха. 1, 2, 3, пуль. То есть нужно вдохнуть, задержать дыхание, и после выстрела уже можно выдыхать. Если будешь жив. Да. Нужно набрать полную грудь воздуха и напрячь пресс. Тебе не страшно? Нет, все хорошо. У меня вот, потрогай через бронежилет, у меня сердце бьется. Вот, пожалуйста, на парня надели куртку. Покажи, где у тебя пупок. Здесь. Зачем вы спрашиваете, где пупок? Я должен точно знать, куда стрелять. Понимаешь, человека после покушения везут обследоваться в больнице. Даже если бронежилет сработал, ему нужно какое-то время отдохнуть. А этому парню после выстрела нужно вернуться к работе. Даже самый качественный бронежилет не гарантирует защиты. Результат зависит от калибра, типа пули, оружия, дистанции, материала и еще многих факторов. Часто после попадания пули даже в жилет человек получает травмы, несовместимые с жизнью. Не смотри на оружие. Смотри прямо. Не смотреть на оружие. Это как в случае с прыжком с банджи, например. Вниз не смотреть. У меня уже бьется сердце. Сеньор, еще вопрос. Вот про это место. Там нет жизненно важных органов и это безопаснее, если вдруг что. Я стреляю ниже ребер, чтобы они не сломались от силы удара. У меня дрожит сердце. Я думаю, у тебя тоже страшно? Он молится. Вставляется пульно. 38-й калибр. Он взводит курок. Приготовится. Вот это страшно. Все произошло настолько быстро, что, похоже, даже парень, в которого только что выстрелили в упор, не понял, что случилось. но раз он уверенно стоит на месте, эксперимент можно считать удачным. Как это было? Расскажи. Просто как легкий удар. А вот пуля. О, достали пулю. Она расплющена. Горячая. Реально. А теперь наша традиция. А теперь наша традиция. Мигель подписывает футболку, на которой написано «В меня стрелял Мигель». Это знаете, как выдают грамоты, сертификаты, тем, кто прыгнул с парашюта, полетал на воздушном шаре. А тут «В меня стрелял Мигель». И я живой. Ты сохранишь это как память? Да, конечно. Спасибо тебе. Благодаря тебе мне проще на это решиться. Посмотри, пожалуйста, как меня стрелять будут. Хорошо. Друзья, всегда перед чем-то опасным настает момент, когда ты добровольно идешь на какие-то испытания, нужно подписать бумагу, что всю ответственность за свою жизнь, за свое здоровье ты снимаешь с организаторов мероприятия. Я добровольно соглашаюсь на то, чтобы в меня выстрелили из настоящего боевого пистолета. И я должен подписать бумагу, что в случае, если со мной что-то произойдет, никто этих людей винить и судить не будет. Это моя ответственность. Давай, переоденем тебя в куртку. Куртка выглядит как обычная зимняя курточка, но на самом деле она бронированная. Не хотят меня почему-то в футболки стрелять. Если выстрелить в эту футболку, ты выживешь, но попадешь в больницу. Будет очень большой синяк. А эта куртка с более сильной броней. А сколько стоит? 2900 долларов. Почти 3000 баксов куртка обычная. Ёлки-палки. У меня просто дрожать все начинает. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, меня никогда не стреляли. Меня успокаивает то, что этот человек не стал бы рисковать своей репутацией и репутацией компании. Поэтому я соглашаюсь. права человека мы уважаем. Выбирай себе пулю. Я выбрал пулю, которой будут совершать выстрел в меня. Проверяем магнитом, чтобы это была не бронебойная пуля. Свинец, из которого делают обычные пули, не притягивается к магниту. А вот бронебойные пули в сердцевине имеют сталь, которую такой бронежилет точно не остановит. Такие пули уже будут магнититься. Но с моей, похоже, все в порядке. Меня почему-то сразу вспоминается рекульпуаро, какая-то ошибка, не тот патрон. Такого не может быть, нет? Все может быть. Но не переживай, мы делали это сотни раз. Давай потренируемся. Потому что, если ты в момент выстрела дернешься от нервов или испуга, может случиться что-то плохое. Встань здесь. Где твой пупок? Вот. Вот здесь пуп. Последние приготовления. Наушники. Чтобы не оглушило. Пистолет на готове. Мигель молится перед тем, как выстрелить в меня в упор. Пуля 38-го калибра вылетит из ствола на скорости 270 метров в секунду. Если Мигель промахнется мимо брони или пластина окажется бракованной, ошибка может стать фатальной. Он заряжает. Я готов. Стоп. Раз. Два. О! Три. Со мной Мигель провернул тот же трюк, что и с умфреем, который ловил пулю 20 минут назад. И, к счастью, я также остался на месте. Живым и невредивым. Без единой царапины. Вы меня обманули. Я вдохнул. Вы знаете, друзья, действительно, я почувствовал, как вот такой легкий удар кулаком. Вот такой. Все чисто. Вот, пожалуйста, просто покраснение легкое. Вот место прострела. Ткань действительно дырявая. Дальше вот смотрим. Первый слой. Вот видите, тут как пачка бумаги. И пуля не прошла дальше. То есть здесь, в принципе, запас прочности такой, что можно было бы стрелять из более мощного оружия. Моя пуля. Она горячая еще. Так. Гильза. Действительно, вот сам момент, когда он готовился к выстрелу, было очень страшно. Потому что ты знаешь, что это бронежилет, ты это осознаешь, но никогда нельзя быть до конца уверенным. Бронежилеты не всегда спасают. Поэтому все эти мысли, конечно, не покидали голову. Я ждал выстрел на счет 3. И, кстати, хорошая ловка была меня обмануть. Это отличная идея. Потому что если бы он считал до стресс, я бы переживал сильнее. Он выстрелил на УНО, я как раз вздохнул и напряг пресс. Аплодисменты вам и вашей компании. Всех отпускают, а мне подписывают футболку. В меня стрелял Мигель. А вот эту куртку вы испортили, получается, да? Да. Ее можно купить на память со скидкой? Конечно. Но смотри, для защиты от пуль тебе нужны только вот такие оригинальные пластины. А вот это все дополнительная амортизация, которую мы поставили для показательного выстрела, чтобы тебя после него не увезли в больницу. Если вы мне сейчас выстрелите в эту сторону, что будет? Очень большая гематома и, возможно, перелом. То есть, возможно, даже сломаются ребра. Если использовать эту куртку в оригинале. Так, как она продается за 2900 долларов в магазине. Вот. Но здесь специально для показательных экспериментов, чтобы не случилось трагедии, добавляют, ну, так, хорошенько добавляют защиты, честно говоря. Очень интересно испытать эту куртку в боевых условиях, где-нибудь в тире, с разными типами оружия и посмотреть, насколько она вынослива. Демонстрация Мигеля была достаточно наглядной. Но слишком уж легко все прошло, как для выстрела в упор из боевого револьвера. Даже синяка не осталось. Поэтому очень скоро мы проведем свой независимый эксперимент и выясним, на что реально способен этот жилет в условиях, приближенных к боевым. Нужно отметить, что показательные расстрелы на фабрике Мигеля не редкость. Таким способом сеньор Кабалера демонстрирует свой товар особо важным клиентам. Однажды, чтобы произвести максимальный эффект, он даже выстрелил в собственную жену на глазах у всего цеха. Я настолько уверен в своей продукции, что решил продемонстрировать это на моей супруге. Единственной проблемой оказалось, то, что она выжила. Злые шутки у вас, у производителей бронежилетов. Но это все только шутки. На самом деле, я бы никогда не хотел повторять этот опыт. В родного человека даже в лучшем бронежилете стрелять очень тяжело. Я бы никогда не смог такое сделать с моими детьми. Это как врачи не должны оперировать своих родных, так и у нас. Это правда, что вы разработали даже пуленепробиваемое нижнее белье? Да, это правда. Только эти товары были не очень популярны. Но на заказ иногда берут. Почему трусы не пошли? Потому что ходить в них на самом деле не очень удобно. Еще был случай. Одному из наших клиентов было страшно спать по ночам. Поэтому мы сделали ему бронированное одеяло. Удобно спать под бронеодеялом, интересно? Не знаю, я под ним не спал. Спать под бронированным одеялом, это впечатляет. Вы можете забронировать все, что угодно? Да, все, что захочет клиент. Женщина из правительства США как-то заказала у нас бронированный галстук. Также был один священник, который враждовал с бандитами сатанистов. Мы ему на заказ сделали бронированную рясу и Библию. По моей информации, от моих источников, не буду их называть, один бывший беглый президент Украины заказывал у вас абсолютно всю одежду. То есть он был весь в броне. Да, это правда. Друзья, вы понимаете, о ком я говорю. Я говорю о беглом президенте Януковича. Поэтому те пальто, которые он носил, куртки, плащи и многое другая одежда, особенно верхняя, она была забронирована здесь, в Колумбии. Сеньор Мигель, как сделать так, чтобы ваша продукция не досталась плохим парням? Как вы контролируете, чтобы кто-то из мафиози не купил случайно? Для нас это очень важный момент. Во-первых, мы не продаем жилеты частным лицам. Только юридически. Во-вторых, перед продажей мы обязательно проверяем, нет ли у человека криминального прошлого. Смотрим по местным базам преступников, по американскому списку террористов и по базам Интерпола. Сеньор, огромное спасибо. Пойдем. У меня есть для тебя подарок на прощание. Вот, чтобы ты не сомневался в качестве моей продукции. Это тебе жилет. Можешь делать с ним все, что захочешь. Дякую. Здорово, что нам дали такую возможность, потому что я как раз сейчас думал о том, как бы схитрить. Меня смущали многие моменты в этом эксперименте. Во-первых, то, что была дополнительная амортизация. Во-вторых, я не знаю, что за пули. И у меня была мысль просто купить жилет и расстрелять его в тире. Но теперь, учитывая, что нам дали такой жилет, бесплатно, меньше слов ближе к делу. Мы попробуем найти людей с оружием, место, которое подходит для стрельбы, безопасной стрельбы, манекен. И устроим этому жилету настоящий тест-драйв. Проверим, правда ли это, может ли скрытая броня одежда быть действительно эффективной. Производство Мигеля Кабалера действительно выглядит очень профессиональным, отлаженным и технологичным. Но и в военной сфере нередко бывает мошенничество. Например, продажа поддельной или некачественной брони на миллионы долларов. Поэтому для проверки чаще всего используют самый надежный способ отстрел бронежилета из каждой партии. И сейчас мы вместе с начальником нашей охраны в Колумбии, сеньором Диего, едем на полигон, в котором будем расстреливать манекен, на который наденем бронежилет. Здравствуй. Это Хосе и Хайер, бывшие военные с более чем 25 годами опыта в морской пехоте. Вы сейчас все работаете вместе в одной охранной фирме? Да. И очень интересный факт. Диего принимал участие в спецоперациях по поимке Эскобара. Мы тогда вычислили его с помощью высших связей, которые использовал картель. Мы находили их с вертолета и передавали информацию наземным группам. Учитывая, что про вас рассказали, для вас сегодня будет не какое-то боевое задание, а такая мелочь. Игра просто, можно сказать. Да, поиграем. Сейчас опытные бойцы помогут нам точно определить товар бронированного Армани. Что это? Просто дорогое шоу или действительно супербезопасная одежда? Здесь мы можем не сомневаться в том, что оружие будет на 100% боевым. И пороховой заряд в пулях не уменьшен. Это классическая берета. Очень точное и надежное оружие. Можно посмотреть? Да, но сперва убедимся, что он не заряжен. Проверили. Вот, это берета. Какого года? Ей уже около 20 лет. Очень качественный пистолет. И это израильский пистолет, да? Да, фирмы Джерика. 9-миллиметровый. 9-миллиметровый. Я вижу, тут все серьезно у вас очень. Давайте теперь я вам покажу свою игрушку, которую я привез. Вот, он уже бывал в боях, у него есть ранение. А испытать нам предстоит то, что наверняка известный вам Мигель Кабальера называет лучшими в мире бронежилетами, как он называет их в кавычках, Армани. Это очень известная фирма. Будет интересно проверить их качество. Оружие серьезное, бойцы серьезные. И проверим, серьезный ли этот бронежилет. Он утверждает, что это гражданский бронежилет. Тип защиты 3А. И он сможет защитить из выстрела 9-миллиметрового пистолета и гарантирует жизнь. Оцените своим экспертным взглядом. Вот сейчас нет представителей компании, нет представителей фирмы. Просто как военные, оцените, это правда или это рекламный ход. Все зависит от того, чем человек занимается. Для солдата это игрушечный жилет. Он ничем ему не поможет. Но вот для телохранителя это отличный вариант, потому что он незаметен и не сковывает движения. И вот наш жилет отправляется на подопытного. Через несколько минут мы узнаем, действительно ли в дорогой майке можно пережить сразу 6 выстрелов из боевых пистолетов. Для начала давай назовем его Оскар. Оскар! Ая! Мы отнесем его на позицию и будем по очереди делать выстрелы с разной дистанции и в упор. Все просто. Если после этого мы увидим на Оскаре дырки, значит бронежилет не справился со своей главной задачей. Производитель вчера мне сказал, что нож тоже не возьмет этот бронежилет. Поэтому я взял с собой тоже ножичек, сможем, если что-то от него останется, попробовать потом. Да какой там нож? Здесь у бандитов ножи побольше. То есть, если у вас убивают, убивают и такими ножами, да? Вы уже проткнули его. Вот почему такой жилет бесполезен против ножа. Тебя всегда пырнут в бок или в шею. То, что хорошо знают бандиты, это анатомия. Они лишат тебя либо крови, либо воздуха. У нас в городах есть так называемые переулки объятий, где к тебе подходят якобы просто поздороваться. Мистер Дмитрий, как дела? Идешь со мной? Поэтому и называют объятия. А бывает и хуже. То, что называют сделать наверняка. Тебе подходят и сразу бьют ножом сердце. И только потом смотрят, что у тебя можно украсть. Естественно, эти люди не используют такие маленькие ножички. Обычно они бьют заточкой из стального прута сантиметров двадцать длиной. Такая одним ударом пробивает сердце насквозь. Вот так, друзья, с такими людьми мы имеем дело. Эксперимент нам помогут проводить сотрудники армии бывшей. Эксперимент будет честный и правильный. Ну что, Оскар, крепись! Вот можно увидеть фанеру, на которую крепят мишени, когда тренируются. Вот, друзья, линия огня, линия безопасности. Давай сначала разогреемся. Сейчас идет перестрелка, обычная мишень. Так. Ну что, Диего, давайте посмотрим, куда вы попали. Этому мужчине. Я отстрелил ему причиндалы. А это так называемый треугольник смерти. Обычно стреляют сюда, потому что здесь больше всего жизненно важных органов. Хосе сейчас покажет. Все в десятку. Смотрите, вы в армии кем были? Инструктором по стрельбе. Вопросов нет. Оружие и стрелки готовы. Можем начинать наш главный эксперимент. Сейчас мы увидим, действительно ли эта майка может спасти кому-то жизнь. Или это очередной обман рекламщиков. Итак, мы делаем по два выстрела с каждой из позиций. Здесь предполагаемый выстрел в упор. Один выстрел мой, один Диего. Закрываю уши. Первый выстрел. Мы обязаны строго соблюдать условия эксперимента. Шесть выстрелов, шесть попаданий в броню. Промазать нельзя, иначе результаты уже нельзя будет считать полностью достоверными. Моя очередь. Фук, друзья, очень известная миссия. Я не хочу повредить манекен. Я понимаю, насколько важен этот эксперимент. Руки не дрожат, дыхание затаили. Предохранитель. Передаю оружие. Вот первые два выстрела. Здесь они выглядят как точечки. Что там внутри, мы узнаем потом. Вторая позиция, где-то четыре метра. Действие четко по инструкции. Потому что мы не можем стрелять больше шести раз в этот бронежилет. Он рассчитан на шесть выстрелов. Практически в одну точку попал. Еще два нужно сделать с большего расстояния. Последний выстрел. Друзья, это ситуация, которая практически невозможна в реальной жизни, но это очень интересный эксперимент. Потому что мы увидим, что происходит, если вдруг произошло так, что четыре выстрела попали практически в одну точку. Поэтому командуйте, что дальше делать с Оскаром. Он пострадал, но я вижу, он еще держится. Нужно еще проверить заднюю пластину. Мы разворачиваем Оскара спиной. Смотри, если я захочу убрать человека, я не буду делать один выстрел. Я подойду поближе и сделаю несколько для верности. Друзья, чтобы спонделировать все возможные типы ситуации, сейчас будет произведен выстрел в упор и посмотрим, как на это реагирует жилет. Четыре выстрела. У нас остается два выстрела. Как вы посоветовали бы их использовать? Давайте проверим с 10 и 20 метров. представим, что стрельба издалека. Это не очень эффективная дистанция для пистолета, но для профессионального стрелка это не будет проблемой. Хосе, попадете? Да. Сперва выстрелим с 10 метров. Хосе, у вас один выстрел, второго нету. Не волнуйся, мне хватит. Под лопатку сверху зашел. Хосе, круто. Давайте 20 метров пробуем. Я отсюда точно не попаду, наверное. Реальная эффективная дальность стрельбы, к примеру, из распространенного в наших краях пистолета Макарова не превышает 25 метров. Но если ситуация не позволяет стрелку подойти ближе, он может попробовать поразить цели с такого расстояния. Поэтому вариант тоже нельзя исключать и надо проверить. И так последний выстрел в нашем эксперименте. Очень важный. Большая дистанция. Посмотрим. Удачи, Хосе. Мимо, да? Хосе? Мне кажется, мимо. С 20 метров попасть. Хотя подождите. Раз, два, три, четыре, пять. Хосе, вы с 20 метров попали в самый центр. Вот это да, друзья. Вот такие у нас охранники, когда мы ездим в опасные места. С 20 метров в десятку. Мы сделали по шесть выстрелов в переднюю и заднюю бронепластины. Мигель Кабалера утверждает, что его жилеты способны выдержать такие нагрузки. Но выжил ли Оскар на самом деле? Мы сейчас узнаем. Первым делом нужно проверить, было ли проникновение через бронежилет. Бронежилет ответственный момент. Аккуратно не теряем пули. И смотрим на корпус. Что вы можете сказать про тело? Не считая двух ножевых ранений, которые вы нанесли. Пулевых повреждений нет. Давайте посмотрим в спину. Ой, здесь вообще сложно. Здесь же вот эта пластиковая часть, и сюда попадали часть пуль. Получается. Деформировался жилет и продавил пластмассу. Ну, смотрите, проникновения нету сквозного. Да, жилет не пробило. Даже с одного метра, несмотря на то, что жилет сильно прогнулся и деформировал пластмассу, с обратной стороны жилет цел. То есть сквозного нет. То есть бронежилет судя по всему работает, Да. Несмотря на то, что тест был довольно быстрым, на мой взгляд, это качественный жилет. О, вот это что такое? Это как раз то место, куда попали сразу четыре пули. Такая нагрузка сильно повреждает пластину. И, скорее всего, следующее попадание было бы смертельным. Друзья, очень простыми словами, если в какую-то точку, в бронежилет попадает пуля, то в этом месте бронежилет теряет свою прочность, он деформируется. Если еще раз попадает пуля, он деформируется еще сильнее и становится уже не настолько эффективным. Тут четыре пули практически в одну и ту же точку, но они насквозь не прошли. То есть они порвали ткань, но их задержала защитная пластина. это круто. Давай проверим. Доставай свой нож. Разрезаем жилет и достаем пули. О! Вот видите, свинец, сверху латунь, пулю расплющила, вторая ее разорвала просто. Здесь мы действительно после выстрела видим волокна, это нитки. Но это настолько прочные нитки и настолько прочная сетка, и она так хорошо выполняет свои функции, что энергия действительно распределяется. И вот эта вот сеточка не пропустила четыре пули. Что с человеком? То есть жилет находился где-то здесь. Это как раз солнечное сплетение. Скорее всего человек получит серьезные травмы, переломы, но выживет. Давайте разрежем, можно я? Убираем декоративную часть. Заодно посмотрите и рассмотрите, как та ткань, которая на заводе казалась тряпочкой, я ее могу разрезать ножом. Во что сложно поверить, да? Пуля не берет, а нож вот раз и режет. И можно посмотреть, сколько слоев прошла пуля с расстояния два метра. Всего два слоя ткани и пуля остановилась. Пакет из супермаркета, елки-палки, никогда не подумаешь, что это бронежилет. А когда таких слоев собирается несколько, и в толщину жилет уже пять-шесть миллиметров, он спасает жизнь, он реально останавливает пули. Вот это материал. Молодцы колумбийцы, придумали действительно вещи очень полезные и вещи эффективные. Я не верил, я сомневался, я был скептически настроен, но мы проверили, по-моему, ну, самых-самых боевых условиях. Во время съемок этой программы еще до полномасштабного вторжения России в Украину мы и подумать не могли, что вопрос бронежилетов в Украине на какое-то время станет более актуальным, чем в Колумбии. Но мы даже не сомневаемся, что победа Украины близко, и скоро наше родное небо станет мирным, а пуленепробиваемая одежда перестанет быть необходимостью. Смотрите в следующей программе. Если здесь появится ночью, ты отсюда не вернешься просто-напросто. Мы отправляемся в Буэн-Авентуры, эпицентр мирового наркотрафика. Именно здесь 60% кокаина во всей Южной Америке покоится и отправляется в другие страны. Это город, который все еще живет по правилам картеля Павла Эскобана. Члены картеля заявили, что каждый месяц будут убивать по одному человеку из списка. За наши головы они обещали по 20 миллионов песен. Здесь любой может стать мишенью банд, от которых не спасет ни полиция, ни власти. Вот реальная ситуация, когда впервые охрана сказала быстрее уходить, потому что много глаз уже фотографировали.